Добрый день! Спасибо, что смотрите Управда ТВ. Это программа «Слово и дело». Труд облагораживает человека, было принято говорить в моем детстве. Мало кто из школьников или студентов в то время думал о летней подработке. Теперь же спрос на работу для студентов и школьников настолько велик, что найти работу стало проблемой. Мы поговорим сегодня об этом с моими гостями. У нас в студии Мария Климочкина, комиссар регионального штаба российские студенческие отряды. Прекрасная девушка, комиссар. Василий Лаврентьев, командир регионального штаба российские студенческие отряды, но очевидно ее начальник. Так вот, судя по должности. Олег Гусаров, начальник молодежного центра трудоустройства кадрового центра Ульяновской области. И Андрей Белоусов, человек со вкусной работой, директор по персоналу ДОДО Пицца, город Ульяновск. Прежде чем наша беседа завязалась, мы посмотрим сюжет. Так вот мы обычно делаем. Они еще толком не успели выспаться после учебного года, а вставать приходится с петухами. Неужели он не хочет что-то повываться? Получается это? Да. Ну надо, пути, поработать. Надо, потому что у каждого из них есть мечта. И ради ее исполнения ребята готовы работать все лето. Саша, например, хочет купить тебе скуты, чтобы, как он говорит, рассекать на нем по деревне. Максим собирает деньги на новый телефон. Сколько хочешь заработать денег? Олег, вы можете вот здесь вот смотреть? Вот здесь вот. Дается, что когда в садах подпевают урожай, сейчас черешня, после яблоки, любые дополнительные руки здесь на вес золота. Поглашаем где-то прийти к городу и помочь урожай, заработать какую-то для себя копеечку. Нам нужно отделить от твердой пшеницы, у меня, в которой она находится, вырываем сходы и укладываем между яблоки. Иногда и пшеница бывает сорняком. В садоводческом хозяйстве подростового уначале будет только сортовую, например, такую гандарской аргат. Эта культура требует бережной проколки. Кто-то нервится сейчас за пляжи, а вот они и пошли в поле загорать с 7 утра, и до полудня им нужно обработать вручную 30 веков. На ее тонких руках толстые почти зимние перчатки. Иначе рвать садники было бы невозможно. От жары спасает широкополая шляпа. Но вот собственное сине удобство. Синя – единственная девушка в этом школьном отряде, отважившаяся на болевые работы. И, между прочим, никакой материальной мечты сейчас у нее нет. Все работники там делают, ничего скучного дома. Неважно, на мечту или на ворожное, заработать деньги сегодня может каждый школьник, начиная с 14 лет. Все, что для этого нужно, заучиться письменным согласием родителей, взять паспорт и прийти в центр занятости. Там помогут заполнить анкету и поперут вакансию. Работчикам в обоустройстве, конечно, в большей части. Это им поповщики, помощники швеи, социальных работников, помощники почтальонов. И особо работают в сельском хозяйстве и на их производстве. Ну, и, наверное, интересно, это анимата на пришкольных площадках. А в Новосибирске таковала программа «Альтернативная линия «Затемность подростков». В городской центре проектного творчества заключил трудовые договоры за школьниками. И теперь те, получая официальную зарплату, занимаются организацией детских праздников. Маша Тюркаева трудится уже второй год. Школьница из Ульяновской аллергии не выполнит девичью мечту. Не отчитывается. А потому учится ювелирно выкладывать собранную землянику. Большой баллокат, чтобы аккуратно выкладывать. Повеньше, быстро, надо, на хвостике. По данным Ульяновского центра занятости ежегодно в летний период они трудоустраивают более 5000 школьников. Желающих от боя нет. В Краснодаре проводят даже ярмарку вакансий со специальным компьютерным тестированием. Ну, наверное, все. У нас тоже проводятся ярмарки вакансий, тоже есть трудоустройство. Я хочу у Олега спросить, какие возможности реально есть, кроме сбора клубнички? Это реальный сюжет? Реальные люди, как вы думаете? Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что у нас даже не ярмарки вакансий, а в этом году мы впервые попробовали новый формат выставки молодежных вакансий. Я думаю, что по России это не такой уж и распространенный опыт. То есть это чисто у нас был топ 24 работодателя именно для молодежи. И вот этот топ составлялся в основном по пожеланиям молодежи, то есть исходя из ее запросов, из ее потребностей. Вот Андрей и Василий Константинович здесь присутствующие, это вот как раз участники этого топа. А сколько вакансий там примерно выставлялось? Ну, я так думаю, что порядка где-то 2000 вакансий было. Сейчас этих вакансий, естественно, лет, естественно, больше, но и желающих поработать больше. То есть слово «дефицит» применительно к работе для молодежи у нас нет? Есть. Все-таки есть. Конечно. Вообще тенденция такая, что с каждым годом желающих поработать все больше и больше. И в этом году очень большой наплыв молодых ребят возраста 14-15 лет. И, скажем так, работодатели, которые в течение года готовы взять таких ребят, сейчас летом, естественно, учитывая то, что возросло количество и 16, 17, и 18-летних желающих поработать, то есть они, в первую очередь, берут ребят постарше. Дефицит есть. Работаем над этим, обсуждаем с работодателями. Ну, естественно. Вот хочу вопрос Василию задать. Скажите, пожалуйста, вы какую работу реально предлагаете, как работодатель? Вот нам сейчас сказали. Ну, вообще студенческие отряды, я думаю, что люди более старшего поколения помнят, это возможность трудоустройства студентов в период летних каникул по многим направлениям. Это студенческие педагогические отряды, то есть работа в качестве уважатого в детских лагерях. Это студенческие специализированные отряды, которые формируются на базе аграрного университета, и там ребята работают в качестве агрономов, ветеринаров, механиков. Ну, как может работать ветеринаром человек, который еще не получил профессию? Нет, ну, они-то работают, это же студенты этого университета, они обучаются по этой профессии, по этой специальности, поэтому свои первые практические навыки и первый опыт работы они получают именно в студенческом отряде. Кроме этого, это студенческие отряды проводников, то есть ребята работают проводниками в пассажирских поездах, которые следуют по разным направлениям нашей страны. Это студенческие сервисные отряды, то есть студенты трудоустраиваются в качестве официантов, горничных, озеленителей, аниматоров, грузчиков, помощников, поваров, поварами трудоустраиваются. Преимущественно это Черноморское побережье, то есть Краснодарский край и Республика Крым. Я хотела спросить, нельзя ли как-нибудь устроиться на работу, чтобы ягодки в Крым поехать собирать? Это в том числе и студенческие сельскохозяйственные отряды, вот в сюжете был репортаж про сбор черешни, как раз сейчас наш ульяновский отряд, который называется «Волгари», работает в Ростовской области в рамках межрегионального сводного студенческого отряда «Гигант», на объектах предприятия «Сад-Гигант», вот они там собирают черешни, то есть там ребята работают непосредственно на сборе этого урожая. Чуть позднее они будут убрять яблоки и абрикосы и так далее. Вот, еще одним направлением, которое сегодня активно развивается, это студенческие медицинские отряды. То есть ребята, студенты медицинского факультета нашего университета, медицинского колледжа работают в качестве младшего и среднего медицинского персонала в санаториях Черноморского побережья. И вот, опять-таки, Олег Евгеньевич правильно говорит, очень возросла тенденция к тому, что много появилось подростков, желающих поработать. То есть не студентов, а подростков. Причем этот тренд, он по всей России, и вот буквально в прошлой неделе было совещание в Казани, в котором мы принимали участие, действительно принято решение обратить внимание на подростков и создавать так называемые ТОПы, то есть трудовые отряды подростков. То есть пока все-таки предложения для подростков маловато? Пока, учитывая законодательство, во-первых, это маловато, и учитывая то, что, наверное, все-таки не каждый работодатель сейчас готов доверить выполнение работы человеку, которому, условно говоря, 15-17 лет. Но учитывая запрос со стороны, скажем, этой категории населения, я думаю, что стоит проработать этот вопрос на всех уровнях, потому что если человек хочет работать, надо ему помочь. Ну вот я помню, мы когда в школе учились, мы ездили в колхоз, мы что-то собирали, по-моему, это была капуста. Наверное, очень не вы это делали. Нет, мы это делали летом, я даже заработала 16 рублей, прекрасно. Ну, прекрасно. Это похвально, когда вы... Это я к тому, что, наверное, все-таки по законодательству возможно на сельхозработы привлекать школьников. Возможно, но, опять-таки, я думаю, что в вашем случае это, наверное, вам не предлагали, а, наверное, все-таки обязалов. Да, это была обязаловка. Это еще был советский заявок. Но за деньги. Но за деньги. И это еще один нюанс, который, я думаю, мы зря выпускаем. Действительно, к труду. Мы вот сейчас агитируем, да, студенческие отряды. А вот иногда возникает момент, что, наверное, надо не только агитировать, но и привлекать к труду. Потому что, вот вы совершенно справедливо заметили, труд облагораживает человека. А у нас еще в студенческих отрядах есть главный лозунг. Труд крут. Поэтому... Ну, это новая агитка нового времени. Это понятно. Поэтому надо, наверное, все-таки к труду обязательно привлекать. Не просто пойдем, поработаем. А ты пойдешь и поработаешь. Я вот хочу в связи с этим задать вопрос Марии. Вот как вы думаете, есть ли на самом деле дефицит работы или все-таки это вопрос запросов молодых людей? Я вот потому что с дочкой разговаривала, кем ты хочешь работать. Вернее, не хочешь ли ты поработать на лет? Ну, я не знаю, в кофебине, официанткой. То есть уже пошла какая-то романтизация работы в связи, ну, скажем так, вот с этим возрастом. Вот поэтому я задаю такой вопрос. Ну, в принципе, дефицит работы, не могу сказать, что он есть. Работы очень много, но каждый молодой человек должен понимать, чем он хочет заниматься и чем он хочет заниматься каждый день. Потому что, ну, когда ты идешь на работу, ты должен понимать, чему ты там научишься, какой опыт ты получишь. И если ребята, например, получают какую-то профессию уже, если говорим о студентах, то очень часто приходят к нам в отряды именно за тем, чтобы отвлечься от своей специальности и поработать, попробовать где-то в другой сфере. То есть деньги – это не аргумент? Да, деньги – это аргумент. Просто помимо денег, вот именно в нашей организации мы получаем не только деньги, мы получаем очень большой опыт общения с разными людьми, на разных, так сказать, объектах. И ребята работают больше не за деньги, а именно вот за эти эмоции, за впечатления, за новые навыки, которые они мало где могут еще получить. Андрей, вы готовы принимать людей на работу за эмоции, за новые навыки, за общение? Нет, ну, наши, как говорится, кандидаты и новые сотрудники, они, как говорится, получают это, потому что работа командная в нашей компании. Вы принимаете на работу? Мы принимаем на работу только от 18 лет. с 18 лет, только с совершеннолетних. А много у вас таких сотрудников? Да, то есть в нашей компании где-то более 60% это студенты, потому что они совмещают как раз учебу с работой. Ну, они точно за хорошие эмоции работают наверняка. Ну, в том числе, конечно, потому что компания, ее идеи компании, это как раз приносить радость, чтобы… Нет, ну, а серьезно, они деньги-то получают. Нет, у них эмоции от того, что они получают деньги. Деньги. Да, получают деньги, получают и общение, и в команде это, конечно, дорогого стоит. Поэтому, наверное… Сколько в среднем заработок студентов? В нашей компании это где-то 1020-22. То есть это вот пиццмейкер. Минус налоги. Пиццмейкер, да. Пиццмейкер, который как раз работает на кухне, делает заготовки и готовит самую пиццу. Ну, он может работать только вечером, он же днем учится. Да, у нас две смены есть. То есть как раз после учебы у нас с полпятого до полперого есть вторая смена. Вот ребята-студенты, они могут совмещать учебу. То есть, похоже, вы предлагаете работу круглогодично. Это вот как бы не летний приработок такой, да? Да. То есть на лето мы прям специально не берем, потому что, правда, сейчас поток большой, правда, молодежь, мне, конечно, радует, что вот как раз 14, да, там, 16 и так далее, да, ребята хотят, заряженные. Я говорю, ребята, только исполните 18, мы с радостью вас возьмем. Вот, поэтому поток большой. У нас вот круглогодично, как говорится, мне состав сотрудников необходим. Вот, поэтому как-то так. Великолепно. Мария, а вы где вот работали, мне интересно? Я работала в детском оздоровительном санатории в Анапе, санаторий ВИД. А функционал какой у вас был? Я была вожатой, я работаю там уже четвертый год, и сначала я была вожатой, работала с детками, у меня было порядка 60 детей в отряде, вот, и следующие два года я работала старше вожатой, то есть у меня в подчинении уже были не дети, а вожатые. Вот, понравилось. Карьерный рост. Да, карьерный рост. А вы в этом году туда тоже отправляетесь, да? Да, в этом году я тоже еду вожатой работать, вернулась к тому, с чего начинала. А мне вот интересно процентное соотношение. Вот вы учитесь в ВУЗе, да? У вас сколько там, ну, одногруппников, товарищей, я не знаю, ну, людей, которых вы знаете, тоже работают, и сколько из них работают по линии студенческих отрядов? Ну, если говорить о работе, вот, в моей группе, как бы, мы учимся на логопедов, и, в принципе, больше половины девочек, которые со мной учатся, уже пробовали работать, и работали и по специальности, и не по специальности, вот, но в основном... Вы в пединституте учитесь? Ну, это специфика пединститута, университета, они всегда летом работали. Да, а так летом, ну, половина где-то моей группы работала и вожатыми, и, ну, в общем, с детьми. Если нужны точные цифры, то на базе Ульяновского государства педагогического университета сформировано 19 педагогических отрядов общей численностью 598 человек. То есть 598 вожатых работают в детских лагерях Ульяновской области, Петербургского края, Республики Крым. А вот еще такой вопрос. Сейчас же очень большая доля бюджетников, не бюджетников, то есть людей, которые платят за свое обучение, они тоже принимают, имеют возможность принимать участие в этом движении, да? Конечно, у нас нету разграничений, у нас главное, чтобы ты был студентом очного отделения, государственного учебного заведения. Я просто подумала, вдруг там есть какие-то дотации государственные, бюджетные, например, которые не предусмотрены для вот этой категории, нет такой, да? Нет, мы рады всем, мы и рады всем, и работу найдем всем. Только мы не просто, как бы, кадровое агентство, мы еще и общероссийская организация, которой в этом году будет 60 лет, движение студенческих отрядов, и мы же вот не просто как бы кадровое агентство, да? Мы еще и организация с идеологией, с корпоративными ценностями, с традициями, потому что это очень важно. Наверное, поэтому оно и сохраняется до сих пор. Это очень хорошо, мне вот интересно, Олег, а что вы можете сказать про вот этот вопрос, как бы, обязательного, ну, третьей трудовой смены, вот так вот? Семестр. Семестр, да. Понятие «третий трудовой семестр» — это вот все-таки, опять-таки, к студенческим отрядам ближе, то есть это, скажем так, ближе их тема. Я бы хотел вот вернуться к несовершеннолетним, да, и вот сказал Василий Константинович вот о том, что там топы. И хочется сказать, что у нас в Ульянской области, и в первую очередь в городе Ульянске, в Димитровграде, существуют молодежные трудовые отряды. Это, опять-таки, не во многих городах России это есть, это наши муниципальные целевые программы, в которых заложены деньги именно на зарплатную плату для несовершеннолетних. Но, опять-таки, так говорим о том, что не все гладко, и об этом нужно говорить, то есть размер финансирования даже по сравнению вот с соседней Самарой, то есть в Ульянской в разы ниже. Хотя желающих работать очень-очень много. А я немножко не понимаю, если у нас зарплату платит работодатель, зачем еще закладывать финансирование? Поясните мне, пожалуйста. Нет, то есть, смотрите, у нас есть в городе агентство городских инициатив, да, то есть это муниципальное бюджетное учреждение, которое получает с городского бюджета деньги именно вот на зарплатную плату ребятам из молодежных трудовых отрядов. Если мы говорим о том, что предприятие берет к себе несовершеннолетних, то тут, ну, в общем-то, к сожалению, из года в год уменьшается число мест, число предприятий, которые готовы взять на себя вот эту ответственность. То есть не только спрос растет, но и падает предложение, да? Да, да. Я не буду сейчас называть какие-то предприятия. Не скроем, какие-то появляются новые, которые готовы брать. А кто новый появился? Ну, не буду говорить, поэтому это будет выйдет за рекламу и так далее, и тому подобное, не буду. Ну, а есть традиционные такие ваши помощники? Традиционные есть, это Ульянский автомобильный завод, это городская клиническая больница. Автозавод школьников берет? Автозавод, да, берет школьников. На какую работу? Это уборщик территории. То есть это неквалифицированный рабочий труд. Вот мы сейчас стараемся, мы ведем работу с тем, чтобы в госорганах вот брать, скажем так, трудоустраивая, да, создавать рабочие места, связанные там с компьютером. Вот, но пока это вот в стадии, наверное, ближайшей перспективы. Потому что в основном сейчас несовершеннолетние заняты на уборке территории. А у вас нет такой цифры, сколько несовершеннолетних в этом году будут работать? Ну, если брать погоду вообще в целом по области, то по данным агентства нашего по развитию человеческого потенциала, будет трудоустроено 5011 человек. Вот, если брать неделю назад по области было трудоустроено около 2000 человек. И в городе Ульяновске, вот на сегодняшний день, по-моему, это 604 человека. Ну, основным, еще раз, основным работодателем является агентство городских инициатив. Вот эти молодежные трудовые отряды, это, скажем так, будущее для движения российских студенческих отрядов. Опять корыстный вопрос. Сколько получают дети вот в этих трудовых отрядах? Ну, работают они в два часа в день, по-моему, насколько я знаю. Вот, то есть, плюс они получают материальную поддержку от нашего кадрового центра, то есть, где-то в районе ну, трех тысяч, трех с половиной. Вместе с поддержкой? Вместе с поддержкой. Потому что я нашла, сейчас я оголошу то, что я нашла, каждый несовершеннолетний в Ульяновской области, кто работает, получает поддержку со стороны органов службы занятости населения в размере 2,250 за полный отработанный день. Но это вот эти два часа как раз, да? Нет, здесь вот эти все цифры, я понял, о чем вы говорите. Это наш руководитель, Слава Владимировна, выступал. А дальше мне понравилось, что зарплата не менее МРОД, это 11,200, и если вычесть даже налоги, то получается неплохая сумма 12 тысяч рублей. Ну, смотрите, здесь я не случайно сказал, что ребята работают два часа. То есть, здесь идет расчет заработной платы, вот, исходя от того количества времени, которое они отработали. И у нас наша поддержка, это максимальная сумма. То есть, дальше идет расчет от вот того времени, сколько молодой человек отработает. То есть, вот эта вот сумма МРОД, да, и плюс наша поддержка, это, ну, скажем так, некий идеал, к которому, наверное, нужно стремиться. Но вот если опять-таки возвратиться к агентству городских инициатив, они бы тоже с удовольствием, наверное, им бы было меньше проблем, да, то, что они там трудоустраивают 1200 человек по два часа, да, и несут гораздо больше ответственности. Могли бы они трудоустроить там и 600 на полный рабочий день, но в первую очередь, на первый план уходят интересы ребят. Ну, сколько детям можно работать? По-моему, я боюсь сказать. Ну, если это 14-15 лет, это 4 часа. 4 часа. Да, и дальше там идет увеличение 6 и 7 часов. Реально, куда-то можно сегодня, например, завтра обратиться, чтобы устроиться на работу студенту? Вот уже сейчас они могут как-то впрыгнуть в последний вагон? Александра, ну вот если бы мы... Я оптимист, да? Да, если бы мы с вами встречались чаще, а еще лучше, скажем, в марте, в апреле, то, конечно, вакансий было очень много. Сейчас, когда на дворе 19 июня, то все вакансии в студенческих отрядах, они закрыты на летний период. У нас есть и будут трудоустроенные ребята еще на сентябрь-октябрь, опять-таки в сервисных отрядах на Черноморском побережье. И вот туда еще можно попасть, да, но это уже вопрос связан с учебным процессом, и все это будет осуществляться осуществляться только по согласованию с администрацией образовательной организации. А вот сейчас конкретно все вакансии закрыты. Вот. Вместе с тем никто не запрещает и не запретит студентам обращаться к нам для того, чтобы мы включали их в нашу базу, скажем, на следующий год, да. Группа ВКонтакте, студенческие отряды Ульяновской области, милости просим, там есть все контакты всех наших руководителей по направлениям деятельности, им можно позвонить, написать контакты, сообщения, и достаточно просто сказать, я хочу в отряд. А требования какие-то есть? Желание работать. И все? Все. Остальное мы научим. Ну это правда. Видите ли, еще раз говорю, студенческие отряды, это у нас тут помимо труд-крут, да, есть что такая постовица, поговорка, не знаю как ее назвать. Мы вот с Машей, ну, Коля, она же как бы здесь находится, 10 месяцев пашем, чтобы 2 месяца поработать. То есть вот мы в течение года проводим различные мероприятия, агитационные, творческие и так далее и тому подобное, для того, чтобы ребят привлечь к себе студенческие отряды, а затем, чтобы они потом 2 месяца своим коллективом студенческим, которым поработали, да, поэтому это очень важно и мы это будем делать дальше. То есть работа на все 2 месяца, я не могу там месяцок поработать или нет? Можно на 3. Можно на месяцок, но за месяц, ну что можно за месяц понять? О труде. Все прелести труда можно понять только от работы в 2 месяца или 2 смены в лагере, хотя бы 2 смены в лагере, то есть 1,5 месяца, да, но месяца это мало, естественно, коллеги не дадут соврать. Что можно за месяц понять? Только можно понять, как пахнет пицца, а вот как ее хорошо делать, надо 2 месяца как минимум, согласитесь. Андрей, а у вас есть, например, у вас какие требования к вашему молодому сотруднику? У нас, по сути, тоже требования, как обозначал коллега, было бы желание, да, то есть такой внутренне мотивированный молодой человек или девушка, которые хотят развиваться, да, то есть хотят работать, хотят и зарабатывать. Но какое развитие работать курьером? Не курьером, но на кухне есть развитие. Курьером понятно, что там карьерного роста такого нет, как говорится, да, карьерной лестницы, а сотрудник кухни он может, да, то есть у нас есть этот карьерный рост. То есть, в принципе, у нас от стажера до вообще управляющего пиццерии, да, то есть это можно вырасти, в принципе. И у нас сейчас на данный момент управляющие пиццерии все сотрудники, которые прошли от стажеров, да, то есть весь путь прошли. То есть мы никого не нанимали извне, то есть все ребята проходили изнутри. Вот, поэтому, ну, как бы, это мотивирует тоже ребят, что это возможно, это реально, это не на словах мы говорим, что вы можете. То есть, вот это реальный факт. Вот, поэтому на кухне это возможно. Курьером, конечно, нет, они зарабатывают денежку, да, там, какие-то цели свои. Вот, а здесь можно развиваться. А, кстати, вот, допустим, если курьер зарабатывает около 20 тысяч в месяц, бензин за его счет он не считается? Ну, такой технический момент, просто вопытство. Ну, там разные есть варианты, да, то есть в нашей компании у нас включено все в ставки, да, которые мы выплачиваем, то есть мы не выделяем ГСМ отдельно. То есть у нас где-то сотрудник может получать где-то около 30 как раз тысяч, вот, и вычитать оттуда можно, например, бензин, то есть как раз где-то 22-23, как говорят, будет он зарабатывать чистыми. А у вас бывает так, вот пришел к вам человек, и вы точно знаете, вот он, наверное, долго у нас не проработает. Это какие люди? Бывают первые впечатления, конечно, бывает обманчиво, правда, да, то есть люди начинают раскрываться потом, например, да, сначала кажется, что не очень-то верил, как бы сомневался, да, а потом, когда он начинает работать, как раз общаться с ребятами, да, то есть он вливается в коллектив, ему нравится, вот, и, соответственно, он начинает раскрываться в команде, и видим другие результаты совсем, да, он тоже пришел, например, на лето, да, там так в голове держался, что там месяц-два, посмотрю, вот, и остается дальше работать в нашей команде. Вот такие тоже примеры есть. Пицца, она затягивается. Олег, а скажите, пожалуйста, вот, ну, что делать школьникам, ладно, хорошо, пропустили мы уже это лето, да, что им сделать, чтобы устроиться на работу следующим летом? Какие действия предпринимаются? Ну, во-первых, не пропустили, лето еще только началось. Ну, есть у нас дефицит с местами. Молодежный центр трудоустройства, мы ждем, приходите, и каждый день у нас порядка десяти, там, бывает больше посетителей, это те, кто приезжает к нам на Ульцовской, дом-1, мы располагаемся в Засвияжском филиале кадрового центра. Плюс у нас есть группа ВКонтакте, которая называется работа для студентов в Ульяновске, то есть мы работаем в режиме онлайна, то есть можно подать к нам заявку о себе, написав коротенькую информацию, там, сколько лет есть ли опыт работы, проживания правобережья, левобережья и примерно ту работу, которую хотел бы получить, и ежедневно сотрудники мониторим на связи с предприятиями, с различными сайтами поисковыми, в первую очередь Ульянской области, то есть ежедневно мы большое количество вакансий отправляем, ну а там уже, как говорится, дело самого соискателя, подойдет ему эта работа, не подойдет, стоит ли подождать. А какую работу в основном хотят? Вот те, кто к вам приходит, они выбирают из вакансий имеющихся или все-таки какие-то пожелания? Ну, здесь, смотрите, случаи бывают разные, их огромное количество, тут не хватит эфирного времени. Жизнь намного богаче. Да, то есть кто-то приходит и целенаправленно говорит, я очень сильный, я занимаюсь спортом, я бы хотел поработать с грузчиком, например. Вот, кто-то приходит, нам говорит, вы мне предлагаете все, что угодно, только не промоутера, не расклещика объявлений, кто-то приходит, говорит, я на любую работу готов, мне будут, мне нужны деньги, я готов работать с кем угодно, кто-то приходит, говорит, я хочу попробовать свои силы там в колл-центре, да, там в компаниях сотовых операторов, поэтому здесь вот какой-то рейтинг такой составить. Очень сейчас большой популярностью пользуются вакансии аниматоров, то есть это городские парки, которые, наверное, очень хорошо, только в них началась жизнь. Ну, здесь ребята приходят, и то есть их тоже сразу видишь, потому что это большой уже опыт по подбору, скажем так, персонала, то есть мы предлагаем сразу, хотите себя вот там-то попробовать, да, с удовольствием, вот пожалуйста, вам телефон на работодатель, обращайтесь. Поэтому мы работаем, что называется, 24 часа в сутки, нам ребята в группу пишут и ночью, и бывает вот там утром просыпаешься, лезешь сразу в смартфон, открываешь группу, там уже 3-4 письма, причем, а почему вы не даете ответа, то есть там в 2 часа ночи он написал, и в 2.15, почему вы не даете ответа? Ну, вы так медленно работаете. Да, в общем-то, медленно работаете. Вот, поэтому говорим о том, что, ребята, мы все-таки тоже у нас есть официальное рабочее время с 8.30 до 17.30. Давайте еще раз четко назовем, что нужно набить в поисковике, чтобы выйти на вас в ВКонтакте или там? Ну, если английскими буквами, то улработа.ру в поисковой строке, группа ВКонтакте работы для студентов в Ульяновске, она у нас закрытая, многие тоже спрашивают, а почему закрытая. Да, вам было бы интересно, почему. Объясняю, чтобы не было лишнего спама, всевозможных вакансий там удаленных, скажем так, мы сознательно от них отошли, у нас несколько лет мы их пытались практиковать, но сейчас мы не забиваем, скажем так, себе стену нашу, нашу группу, такими вакансиями. Поэтому группа закрытая, вы подаете заявку, если у вас там в вашем аккаунте прописано, что вы из Ульяновска, мы вас вообще без всяких проблем принимаем. То есть, да, вот тоже нюанс, мы в эту группу стараемся принимать именно вот людей из Ульяновска. У нас сейчас уже более 14 тысяч участников нашей группы. Вот, если по телефону, 34-09-89, если адрес Ульцорская, дом 1, второй этаж, кабинет 23. Всем большое спасибо за беседу, мне кажется, получился очень хороший разговор, и самое главное, всем понятно, куда стоит обращаться, и было очень приятно познакомиться со студенческими отрядами, ну, в вашем лице. Спасибо всем большое. Спасибо. 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 Спасибо.